Всем привет, мои дорогие зрители. Итак, у нас первое утро в Непале. Лежим в постели, отдыхаем. Артур, кстати, предложил мне, расскажи, что ты мне предложил, сынок. Какую программу, программу на сегодня? Есть и мультики смотреть. Да, говори, давай целый день будем лежать, спать, смотреть мультики и кушать. Ну, в принципе, я поддерживаю. Мне сейчас больше всего этого хочется и надо. Но скажи мне, пожалуйста, сынок, ради этого стоило лететь в Непал, а? Ну да, так не получается. Дома у нас так не получается. Парам, ну что? Видите, у нас тут движение такое с утра. Нет горячей воды, и парень принес нам в ведре теплую или горячую воду. То есть сначала нам сказали, что здесь по часам. Парам говорит, еще одно ведро, нам мало одного. Все хотим искупаться. Я хочу вылазить отсюда. Холодно. А вода здесь просто ледяная. Руки невозможно помыть. У нас такого нет. Он нагревается от солнца вообще. Ну и вообще-то у нас есть еще водонагреватель. Артур категорически против вылазить. Папа уже кричит. Зрители будут смотреть все серии, как мы валяемся в постели. Но будем интересно говорить. Да, я обещаю что-то рассказать интересное. Да, я покажу вам чуть-чуть мультиков. Все-таки хватило у нас сил, и мы вышли на прогулку. Сейчас мы находимся на одной из улиц Непала. Что я вам скажу? Та же Индия. Тоже здесь нет тротуаров. Ну, вроде бы, как немножечко почище, чем в Индии. Я еще не поняла, но как ты считаешь, Артур? Ну, почище. И ты как Парам? Вот. Чище, чище. Клинантена Индия. Окей, нормально. Местные непальские школьники. Так, еще я обратила внимание. Бросил лист в глаза собаки. Более упитанные, чем в Индии. Прохладно. Парам вообще не брал с собой теплых вещей. Вот. Ну, видите? Видите, видите? Мусорки стоят повсюду. И действительно чистота. Все так скромненько. Мы вот решили спросить, сколько номер стоит в другом отеле. Может быть, нас вчера сгоряча водитель такси зовет в первый попавшийся отель. А может быть, здесь на самом деле есть и подешевле. Такой уютный ресепшн. Кстати, вот я вам сейчас мужчину этого показываю. Ну, и примерно все здесь жители Непала выглядят, как этот мужчина. Мне они похожи на наших узбеков. 15 минут. Вы видите, отличается время непальское от индийского. 15 минут. 15 минут разница. Вот Америка. Сейчас пойдем посмотрим. В общем, парень этот оказывается хозяин. И парам ему говорит, мол, моя жена, ютубер, и если вы дадите нам хорошую цену за номер, она снимет видео, что у вас от клиентов отбоя не будет. О, 2000. Ну, только, ну, знаете, когда есть окно, уже уютнее, уже приятнее. Так, вроде бы, как здесь тоже нет чайника. Ну, в принципе, здесь, смотрите, тоже тапочки. Здесь, вроде как, нет проблем с горячей водой. Я себя покажу. Видите, я тоже как узбечка с косичками. Захотелось мне выглядеть как-то, знаете, немножко оригинальнее. Да, дорого? Дорого, говорит. Женщина и мужчина одеты в традиционная непальская одежда. Так понимаю, что это все большая семья. Очень все симпатичные. Спасибо. Вы из Непальского? Да. То есть эти ребята приехали из Америки. Very good. Приехали из Америки, представляете, но сами они не пальцы. Так, что я вам хотела сказать, друзья. Взяли мы номер в другом отеле, будем уже ночевать там. Нам уступили, благодаря тому, что я ютубер, сделали нам хорошую скидку. Ну и плюс сам отель поприятнее, поуютнее. Обещают, что не будет никаких проблем с горячей водой. Так, по поводу моего самочувствия, не хочу на этом зацикливаться, но скажу все-таки пару слов. Чувствую я себя не очень хорошо, но более или менее. С утра выпила парацетамол, также полощу горло, отек немножечко спал. Но вообще, кстати, вот эта полоскалка классная. От боли горли и для полости рта. Так, что я попозже еще вам сниму, может, кому-то это будет полезная информация. Ну, как бы не вызывает желание искупнуться. Удручающий вид в этой реке, мягко говоря. Вот еще интересно, здесь многие люди до сих пор ходят в масках. Здесь еще помнят. Здесь проверяют сертификаты. И, я думаю, по этой же причине горячую воду можно попить в аэропорту совершенно бесплатно. Как профилактика этой страшной болезни. Слушайте, здесь люди носят маски не только как защита от инфекции. Здесь очень загрязненный воздух. Город Катманду находится как бы в низине. И здесь очень плохая вентиляция. Что, вот это вот предстает по всю дорогу? А я не понимаю, я не понимаю. Перекривлял меня. Знаете, я иногда вот так делаю. Говорю на непонятном им языке. Вот, что я. Мысль сбили меня с мысля. Так вот, я говорю, здесь очень тяжелый воздух. Очень много здесь транспорта. Это не инфекция, это секрет. Господи, у тебя еще секреты какие-то. Говорит, выключи, я тебе расскажу. Люди тоже хотят узнать. Парам мне рассказал секрет. Говорит, здесь есть. Мы сейчас вообще пришли в храмовый комплекс Шиволинго. Называется это место. Парам, как называется это место? Вот здесь его name, place. Пошу бы ты на темпель. Вот, и здесь очень много разных маленьких храмов, разных интересных мест. И, говорит, есть такое местечко, говорит, нигде в интернете об этом не написано. Туда ты заходишь, прикасаешься к чему-то, там прикасаешься, и в итоге в награду получаешь счастливую жизнь, интимную, со своим мужем или с женой. Ну, вы поняли, я не буду там все подробности вам рассказывать. Я думаю, Артур, ну, я тут пристал, говорит, а скажи мне секрет. В 2015 году было страшное землетрясение в Катманду, и в результате чего были разрушены исторические сооружения, в том числе и этот храмовый комплекс. Господи, я только на серьезный лад настроюсь, не могу, то есть, как бы рассказывать об этом с улыбкой нельзя. В общем, друзья, и до сих пор идет реконструкция. Хотят еще сфотографироваться со мной. По Рам, кстати, этому не очень рад. По Рам, сейчас я покажу, какой серьезный вид у него. Я не успела снять на видео, парень, но так старался, столько фотографий он со мной сделал. И потом же спрашивает, откуда ты? И Парам отвечает. Ну, то есть, он фотографировался как бы с иностранкой. Вся ценность, собственно, моя ценность состояла в том, что я иностранка. И тут Парам говорит, I'm from Mumbai. И Парам говорит, а он все фотки сотрет. Зачем ему нужна мумбайская девушка, женщина в расцвете сил? Так что, друзья, и на строительство, на реконструкцию этого храмового комплекса инвестируют деньги Индия. Все индуисты мечтают здесь побывать. И вот у моего мужа мечта сбылась. Парам так счастлив. Это самый значимый храм Шивы во всем мире. Да, Парам очень счастлив. Когда-то давно он ходил как к астрологу. Астролог ему предсказал очень хорошее будущее, что он женится на прекрасной женщине, что будет у них ребенок. Но чтобы это все действительно произошло, нужно посетить несколько храмов. И один из этих храмов, вот, собственно, сейчас перед вами. Еще? Еще один? Когда мы пойдем. В общем, ребята, это еще не все. Я уже какой-то раз говорила, что все, хватит с меня храмов. Но Парам счастлив. Ради этого стоит. Но тем более он пообещал. Хочешь себе такие, Артур? Коровьи хвосты. Их используют для выполнения пуджа. Развеивать этот дым. Непальский традиционный головной убор топим. Мне кажется, Парам не надо его натягивать. Это неправильно. Ты хочешь взять традиционный адрес для Артур и мне? Так у нас есть такой. Мне шепотом. Наташа здесь дешевле, чем в Гуа. Так что, если хочешь, надо брать. Говорит, да, точно такие же, но намного дешевле. Ну, рубашечки, в принципе, симпатичные. Знаете, когда в храм мы ходим, можно надеть на ребенка. А, ну да, я посмотрю. В общем, я пока поснимаю, друзья, но это что-то очень такое ценное. Я Парам просто чуть ли не затрястся, когда увидел. И сколько это стоит? How much? 50 rupees. 50 rupees. 50 rupees. И что? Это плод какого-то дерева. А сейчас пару слов по поводу Рудракши. Легенда гласит, что однажды Господь Шива долгое время совершал аскезу, погружившись в свое блаженное Я. Когда он, наконец, пришел в себя, слезы упали на землю из его глаз. Они превратились в семя, из которого выросло дерево, известное теперь как дерево Рудракши. Семенам этого дерева Господь Шива даровал особые силы, которые могут помочь нам в нашей духовной эволюции. Рудракша приносит нам защиту и помогает преодолевать препятствия на нашем духовном пути. Шива Пурана утверждает, что тот, кто носит Рудракшу, обретает идентичность с Шивой. Ну хорошо, покупай. Просто так мечтал об этом, покупай. Смотри, Артур, можно здесь тарелочки купить. Прикольно. Если доски найдешь, то две большие, толстые, очень толстые. Тогда мы должны купить. Я буду рогатку делать. Вид у них не очень, Артур. Наши симпатичнее. Парам сейчас выбирает подношения. Он пойдет в храм. Я, кстати, в храм не пойду, потому что вход для иностранцев закрыт. Индуисты могут посещать этот храм. А я буду здесь ждать. Видите, в храм нужно заходить босиком. Я сейчас потрогала такой холодный асфальт. Это хорошо, что мы с Артуром не пойдем. Потому что мы бы еще бы себе усложнили бы состояние. Снимать там тоже нельзя будет. А, я здесь только. Видите, все здесь босикомы мне говорят. Чапал, чапал, мол, сними тапки. Не, не надо, не хочу. Я не хочу снимать. Очень холодная земля. Асфальт, плитка. В общем, очень холодно. Парам хочет, чтобы мы зашли. Но нельзя в обуви. Я заболею. И Артур тоже только недавно вычухался. Парам всячески пытался договориться. Но в итоге нас все равно не пустили в этот храм. Сидим с Артуром, ждем. В окружении вот этих вот людей. Ждем, когда Парам помолится. Попросит за всех нас. И вернется к нам. Артур, это воробушки? Да. У нас в Мумбаи, по-моему, не водятся. Только голуби. Я только что смела от семью иностранцев со светлыми волосами. И они зашли в этот храм. Может быть, они индуисты. Артур, может, они индуисты. Иначе я не могу это объяснить. Слушайте, уже, наверное, час прошел, а Парама все нет. Я уже начинаю нервничать. Может быть, он нас потерял? Я не знаю. Сидим здесь, мерзнем. Я вообще что, приехала в Непал? Не знаю. Мы что, с тобой приехали в Непал, чтобы сидеть под храмом и мерзнуть? Нет. Может, сами пойдем в отель? Ты помнишь дорогу в отель, Артур? Я помню только облохастую собаку. Их было две. Боже, Артур. Их было две. Под каждым отелем сидят собаки. И, возможно, у них у всех есть блоги. Этого недостаточно. Что нам делать? Уже, честно, не смешно. Пытаемся как-то себя развеселить. Номер телефона давать? Нет, у нас мы же так и не купили сим-карту. Интернета, соответственно, тоже нет. То есть мы не можем созвониться с парамом. Очень интересный паром. Парам решил обойти весь этот комплекс. Знаете, здесь даже есть погребальные костры, как в Аранасе. Усопших сжигают в этих кострах. И то, что от них осталось, плавает. Я так поняла, как раз в той реке, которую я показывала ранее. Идет. Это какой-то ужас, ребята. Просто мы, наверное, два часа стояли, искали. А Артур уже говорит, что, может быть, он вышел, нас не заметил. Подошли к тому месту, где он тапки оставил. Я говорю, Артур, ну это, ну, короче... Куда? Парам! А он еще, смотрите, он еще там что-то фотографирует, снимает. Я замерзла, как Бобик. Парам! Можен вон ауэр. Вы замерзли. Биг лайн? Очень, очень большая лайн. Даже я 50% и просил, что я попал. Моя бабушка, моя жена была. Говорит, очередь была полтора часа где-то. Он простоял и говорит, ему еще... Ему даже еще уступили место, иначе бы он еще час простоял. Парам сказал, что, мол, меня ждут жена с сыном. Говорит, это вообще не очень-то и долго полтора часа. Где-то иногда люди ждут целый день. Но мы, честно, так перепугались. Артур кричал, может, в отель, может, в отель, может, тут. Но я говорю, ну, лучше не надо уходить с места. Иначе потеряемся окончательно. Какой-то как бы хайм, кто-то нет. Я не знаю, я не это аппетита, у меня гола болит. Ласка. Гулав, Жамон. Артур, ты точно будешь есть? Да. Показывай, какие. Сколько стоит? 50. Но тут, видите, здесь имеется в виду непальские рупии. Непальские рупии и индийские немного отличаются по курсу. 50 рупий непальских, это меньше, чем наших. Мы там магазинчики, разные сладости. Но я не буду есть никакие сладости, мне сейчас нельзя. Все, Артур, помирились с папой, сынок? Да? Сердится. Решили купить Рудракшу Бавину, он же у нас вегетарианец. Я думаю, он будет очень рад. Мы всегда, когда где-то путешествуем, приезжаем с подарками. Ну давай, сейчас я повыбираю. Сейчас что-нибудь и Данихи выберем. Данихи купим такое украшение. Она любит голубой цвет. Немножечко хотя бы поснимала для вас этот храмовый комплекс. Так как зайти я туда не могу, но хоть какое-то представление, чтобы вы имели. Можно, просматривается он хорошо через эти ворота, через ограждения. В принципе, все видно неплохо. Ну все, идем. На погребальные костры по рам ходил смотреть. Но я, честно говоря, даже бы и не хотела это видеть. Смотрела на ютубе, у других блогеров, путешественников. Мне этого достаточно. Не хочу себе портить настроение. Сюда, кстати, приезжают старцы. Приезжают люди, которые уже понимают, что они скоро уйдут в мир иной. И доживают здесь, на территории этого комплекса, последние дни. Чтобы потом их здесь по всем традициям сожгли на погребальном костре. Представляете? Удивительно. Вы видите, как это делается. Мастер-класс. Можете у себя дома изготавливать тарелки из листьев. Ты запомнил, Артур, сможешь такое сделать? Повторить сможем? Слышите, что это такое? Из-под полы достал, предлагает параму. Что это такое, как смола? Силатис. Это надо есть? И что после? После комфорта. Все тело, отверстие. В общем, ребята, это что-то типа Виагры. Ничего себе, вот он рассказывает, как это использовать. Нет, я никогда о таком. Я как-то этим особо не интересовалась, наверное, поэтому я не слышала. Сколько стоит парам? Сколько стоит? Совсем маленький кусочек 200 рупий? Не все это? 200 рупий вообще там крошечка. На сколько раз? 200 рупий за сколько? 1 тысяча рупий. Вот это вся тысяча рупий стоит. Ну, что? Ты хочешь? 1-1 рупий. Ты чувствуешь что-то? Если хочешь, то... Мне, честно говоря, достаточно. Не, не надо парам. Может, кому-то на подарок нужен? Не, не надо. Давай. Многие, 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 они не понимают. Это все новое spirit. Говорит, что и для женщин тоже это. Это не только для этого. Я поняла. То есть не только как Виагра. Не, я не хочу. Как энергетик. Пот? Это какой-то камень потеет. И образуется вот это вот вещество. Витамин, фротеин. Какое-то. Они за нами увязались. И вы тоже едете? Да. Постоянно, 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 постоянно они едят. Это зелье. Господи, чего только нет на белом свете. Поэтому я и люблю путешествовать. Просто вот так даже гуляем. Мы, ну, то есть абсолютно даже не подготавливались к этой поездке. И столько нового узнаем. Девочка попросила воду. Артур, ну, мы что-то немножко как-то замешкались, что куда-то ей налить, стаканчик или как она хочет. Артур говорит, а ладно, говорит, давай отдадим. Отдадим, говорит, всю баклажку. Может, у нее нет стаканчика. Парам говорит, молодец, молодец, похвально. А Атур все еще на него немножечко обижается. Вот видите, здесь очень много. Ой, боже, лучше бы я этого не видела. Я только... Была так мнение о Непале, что это чистый... Чистая страна, но вижу, что здесь тоже полно грязи. Вот, видите, вот это вот все. Бедные люди. Ну, все, Парам. Бедные люди, которые собирают милостыню. Парам, любимая уличная еда. Все, друзья, до свидания. Нам нужно восстанавливаться, беречь силы. Так что, пока, до завтра. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет еще много всего интересного. Продолжение следует... Продолжение следует...